всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно вуди enter и сегодня мы обозреваем карту рмн спринги это у нас варкап под номером 185 все ближе и ближе мы к цифре 200 значит юбилейный варкап будет значит какая-то классная карта посмотрим проходил этот варкап с 12 по 19 по 19 августа прислала очень много цепи от демок неплохие и даньки ну и документ покажет графику подпад отлично итак что мы видим когда появляемся на карте у нас вас нас требует один фраг когда мы идем назад видимо 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 наверно здесь финиш того почему вдруг может он просто надо может хотя может как тут какой-то триггер который нам что-то дает сначала видим такую прямая карта нужно прыгать вперед ничего на старте не дают никаких рокетов ничего старт у нас находится здесь не испадать нельзя здесь нас убивают здесь нас видим прямо с краешка прямо здесь начинаете старт триггер и я его не могу не прыгнуть ничего сделать и он у нас тикает и тикает то есть пока я на него стою значит он один раз дается и начинается и не заканчивается нельзя так сделать начнем ползти вперед мы видим такие рампочки которые вниз идут то есть здесь куча всяких можно вот видимо там сверху бежать здесь тоже рампа на который наверное скорость надо набирать без тоже килл везде нужно не проверять здесь такая рампа тип типа рампа это не слик это просто очень сильно наклоненная больше чем 40 бражда он не дает нам слегать по нему но дает скользить чуть-чуть вот по нему может зацепим по крайней мере в кутри в кутри ты так не заберешься да нужно скорость наискосоку набирать прыгать и там скользить и падать куда-нибудь в общем руку 3 здесь видимо можно ну видимо здесь дорожек много он там сверху здесь пониже вот здесь вот можно прыгать вон там там видимо проход такой целый есть здесь у нас еще рампа рампа всякие выступы в которые можно наверное спотыкаться постоянно вот здесь у нас мы без этих рамп целей не залезем никак наверх вот чай как нибудь зарезал вот здесь у нас сверху такой проход есть ладно мы идем в ту сторону идем 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 в общем это много-много всяких рамп всяких заступов выступов не скажу что хочешь да пойдем вниз наверно ты пошел вниз и у меня как можете видеть дали но нет два флага не знаю зачем они давали там видимо они много-много триггеров может так если наверх пойду то есть не заправляют 4 и и дают хейст вал подожди а мне тогда не давали что давали куда сверху и сделают так давай я сделаю так я сохранюсь здесь здесь просто на блин это почему без читов как-то без читов ты чего как это чтобы интернет видимо этот чувак который здесь так я здесь появился я иду вперед вот мне дали скорость и и один фраг я могу возвращаться обратно если я еще раз то быстро пробегу и скорость с этим я сохранилась то есть я входил телепорт на скорости вот 320 и здесь у меня чуть-чуть прям чуть-чуть совсем больше то есть чем быстрее мы провалите в телепорт тем быстрее мы вылетим из 2 телепорта но и можно как я понимаю прыгать вниз можно прыгать туда вот сюда прыгать здесь вылетать в общем здесь их шесть штук как я понимаю нормально косяк косяк по любому здесь тоже здесь есть точно косяк ты посмотри-ка в общем здесь 33 входа и там наверху три выхода и или наоборот здесь три года там три выхода и в общем надо будет решать куда лучше запрыгивать чтобы 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 правильно прыгать вот ну в общем мы появляемся допустим мы залетели вниз куда-нибудь куда-нибудь после вылетать сюда мы тоже прыгаем вниз можно по вот этим сейчас еще разок вот этим рампам например вот вот этой рампе можно по этой рампе здесь здесь но и надо видим обратно бежать тоже здесь наверно либо через верх 10 на скорости можно все это запрыгивать их вот сюда и тут пропрыгивать либо если по центру проходить ну тут ты не знаю тут надо возиться наверно стараться ну дорожек очень много по идее тут нам учимся в общем с читами короче ты сходил получается туда как бы засыпался там ты взял этот взял фраг вернусь а я филишировал и сразу 0 920 я заметил этих тайм здесь видимо старт тригера здесь финиш тригер и и этот кстати его не перепрыгнуть никак тут дабл джамп сделать если можно перепрыгнуть но дорожки сейчас показать какие-нибудь ты будешь показывать ну покажи я не знаю просто смысл то без разницы да я очень мало на самом деле карт играл это чуть-чуть в кутри в себе много играл вуди он потом покажут свои крутые дорожки как тут надо проходить я проходил стандартной дорожкой вот начнем со стандартной дорожки не знаю самый которую видеть первый первый человек который попадает на карту прыгаем вперед 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 здесь тоже вперед вперед полетаем отсюда и здесь тоже прыгает вперед но я просто датная дорожка показываю 1 пускай такая будет здесь очень плохо получилось пускай такая вот вариант номер два но точно так же пропрыгивает вперед и то есть здесь буквально два две основных места где можно менять дорожку может три может на самом деле место до хрена но самых основных это два первые вариант первое место это вот телепорт прыгать либо вниз и потом сверху летать либо сверху вверх залетать и снизу вылетать вот ну кому как быстрее не знаю я пробовал и так и так дорожки какие-то рандомные получаются не знаю как быстрее второе второе место это вот здесь вот при когда возвращаемся прыгать поверху то здесь можно засликать наверх и спокойно прыгать прыгать не заботиться о вон той вот фиговине на которой теряется очень много времени вот вот ну и здесь принципе прыгаем прыгаем здесь набираем скорости и прыгаем до финиша ну и в принципе все даже не знаю еще есть еще крутая дорожка на старте это прыгать сбоку и скипать как бы начальные вон вон тупо вот под подъем не знаю смотришь на нет как то да да то есть вот эти артеговины да на реально симметрично да я подожди не в смысле смело их к а нет но здесь простая здесь две полосочки разные да она отличается очень сильно вот то есть здесь можно наверх залезать прыгать 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 и опять же дальше у нас идет прятаться либо мы через верх прыгаем и вылетаем снизу ну плюс сверху дают есть тоже дают лишнее риском программ не а ну смысле нет смысле когда ты заходишь вверх тебе дают есть когда заходишь вниз тебе не дают есть да ладно да да ладно подожди давно ты отмя отвечать и внушли раньше появляешься чем дают есть есть то там у стены триггерские появляешься ты я не знаю как три триггеры стоят подожди чуть-чуть это за мистика дожди то здесь нельзя так проходить что ли нет это не мистика то есть вот те кто как я сейчас бегали проходили могут заметить то что если ты забегаешь снизу тебе не дают есть для меня это открытие кто-то может быть тоже открытие сейчас сделать как то есть по-любому нужно прыгать по верху 10 по этим рампочкам или на почему-нибудь и запрыгивать наверх чтобы чтобы здесь вылетать с очень большой скоростью и и не знаю как-нибудь стрейфить а я-то думал я я не реально думал то что дают и там и там есть а главное незаметно да так что еще ну и принципе самые крутые дорожки давайте показывай ну и насчет самых крутых не знаю могу показать и знать вначале в кутри тогда в принципе старт как прыгает вдоб идем ля-ля-ля и здесь в кутри за ползаем сразу сюда ваш топель на авто вон кто-то придет здесь прыгаем 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 здесь очень много скорости выдерживаем идеальнейший спейсинг который доступен только истинный выку трикером руку трешником как угодно падаем на уголок вот это вот этой платформы и делаем волшебный джамп на наклонный который у меня я могу сказать то что с обратной стороны с левой то есть с другой он чуть чуть чаще ловится я да с этой он реже здесь не знаю 2 из 10 а там где-то не знаю 5 из 10 или даже чаще в общем-то это на залезь и прыгни но это какой-то вот изъян то ли физики то еще да вот он не знаю в чем прикол причем это не зависит от движка я пробовал на разных движках на всех этот прыжок одинаково ловится причем да причем удивительно то что первый прыжок почти всегда ловится а второй прыжок прям вероятность это порошка уменьшается стремительно вообще не знаю чего это связано ну и в общем так а потом то куда ку-3-то в ку-3 но по-любому наверх но ты думаешь наверх там потому что скоро сдают слушай я не помню ну допустим наверно только что выяснили то что если ты вверх залетаешь тебе дают кейс то смесь не дают завязаем и значит эти три наверх залезаем в ку-3 еще наверх и собственно дальше вот так по юркому стрейтинг 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 до финиша это вот дорожка которая получается топовая для вы ку-3 можешь открыть топ и ку-3 шты которые проходили вот никита и рома это топ-2 и топ-3 который текст проходил непонятно мы в общем например я еще ни одну демку не видел я просто рассуждаем насчет дорожек которые мы видели да да и которые в лайн не люди играли и в общем вдруг там чуть-чуть покруче есть но соблазна очень велик будет посмотреть а в цпм в принципе она немного отличается точно так же мы прыгаем прыгаем точно так же мы залазим сюда отсюда мы залазим сюда здесь прыгаем прыгаем за из-за приятно я делал да я менял стенку я не знал вообще что по ней можно прыгать и не знал я бы по ней прыгал тогда волстрейфом там как раз скорость позволяет нам надо было по другой стенке прыгать да вот мне было так удобно я вылетал по центру и дальше делал даблджам вот здесь вот в этом месте кстати текстуры неровные да вижу косяк рома огорчает залетал я сюда куда-то ну будет вот здесь я наверное был кстати был вариант очень много скорости развить я расскажу поставить быстренько еще одна дорожка которую я не сделал которая стопроцентно быстрее от отображаем подсюда сразу залетать ну то есть тут нужно где-то 1720 скорости прям очень очень много скорости чтобы сделать тупо два даблджампа да вот этих да суть в том что если ты все делаешь вот тут вот идеально до бежишь туда я очень много скорости ты вылетаешь у тебя очень очень много скорости и ты как не пытался как спейсинге не пытался не менять после вылета я утыкаюсь прямо вот я не должен не могу сделать и наверх не залезая я просто утыкаюсь и все и не могу то есть у меня тут где-то 1650 условно да я постоянно втикаю но один раз ты использовал при спуске это боковую расликовую рамку не там как раз когда летишь тут приземляешься где-то вот здесь они на другую рамку не эту не показалось это медленно то что я буду вот так пилять оттуда не на то смотри в смысле зачем вилять ты ты же после а ты не мог залетать вверх в боковую дырку или там из-за мне удобнее было по центру я у меня в принципе дорожка не ну тут опять мы встречаем этот вопрос о вариациях то что тут очень много в принципе возможности просто я имею ввиду вот здесь как проходить как почти в патри то есть использовать так как проходим по верху да то есть вот здесь от прыгнуть на сзади тебя на вот эту вот на рампочку сверху прыгнуть вперед потом по вот этим он двум пол рампом боковым вот этим наверх ты летаешь и снизу я не знаю какая будет скорость плюс хейст у меня тут и смущало то что спотыкаешься то что ступеньки да я даже я пару раз попробовал у меня не очень хорошо получилось я забил я цепляем лучше играл и вообще без без есть то что проходил у меня вот эти ступеньки смещали последние два дня только цпм поиграл и все все свое время потратил на луку-3 дорожку которую тогда интер нашел я впоследствии пытался как-то повторить это джамп здесь и джамп вот здесь без участия рампы поняли тоже очень много скорости тоже очень быстро все должно было получаться но ни разу так и не получилось ну и в общем то в цпм я делал вот тут вот дабл джамп об этом рампу прыгал где-то ну попадал на краешек сюда опять же вопроса скорости если слишком много то я перелетаю если слишком мало я равно естественно рекорд плохой если слишком если недостаточно я перелетаю и не долетаю до этой рампы у меня был один раз что я долетел до рампы и 1800 сделал джампы здесь вот этой рампы еще скорость дополнительно это очень как-то дичайшая набрал как бог и до финишировал нет почему а я упал вот сюда один прыжок я вот чисто там идеальнейший дабл джамп должен получаться я упал в центр ташка я расстроился ну и в общем то там дальше стрейп-стрейпиш и кинешь я не знаю убери скорости правы пройти или скорость это надо ну так как-то так делал да тоже так было здесь типа удал и жамп без прыжок там пара прыжков и финиш ну да но я не очень сильный стрейпер из так так что за я постарался я сделал то что сам будем приходить просмотр демок да пожалуй можно я и вам кстати забыл скинуть буквально 5 сек я и скачал но и забыл закинуть папку это недолго так как так как у нас варкап 185 вот сюда так демас здесь вар варкап варкап 185 вот у нас много-много демок эх опять я забыл при перевиновывать да вот ничего не ладно сейчас я буквально control нет так тип возьму вот эти вот демки именую их вот вот такую штучку надеюсь что много времени демас вот и теперь нормально то есть у мдф демок появилась приставка м из-за того не можно их сезверх смотреть и так традиционно начинается это номер шесть в кутри физики альмера россия москва новый какой-то персонаж игрок вроде ни разу его не видел из москвы тем более видео увидел видел да ну не помню но все равно начинающий наверно play ну посмотрим 31 и 5 его кутри не знаю насколько хорошо у меня в кутри все 23 но я повторюсь что я так и не сделал свою дорожку долетел наверх я надеюсь что он смог пройти не споткнувшись все было бы офигенно если бы в конце не споткнулась два раза да то есть могла срезать секунду вот эти две три и как раз перебила пумбуча то есть зачем так транслитом называть любой американец прочитает как пумбуча неплохая демка но старайся присылает лучше демки старайся лучше меньше играй в квейк чемпион сыграй переходим к демки римыча это уже она две с половиной почти секунды нужно остановить play 29 и 1 начало прям прям дико и да он через верх вообще проходил у вас по скорости очень много бомби фото залетел наверх не споткнулся до боли сюжета классно вообще ну в принципе неплохо прохождение советую посмотреть гайды на стрейк вообще на эти полосочки как их они как их юзать как пытаться двигать мышкой чтобы прыгать быстрее дорожка очень хорошая но вот скилла на стрейк тебе не хватает тебе нужно более четче мышку направлять их правильной зоны чтобы скорость сильнее набиралась на тебе нужно стараться лучше попробуй проходить но после просмотра стрейк а еще попрыгать падать там всякие финал тартура там на 3 хаос бета 7b на кос один кос один подожди кос один бета 2 по моему а у нас есть кажется в описании там эти все мапы да в общем там есть специальные карту отделение с кучей падиков на которых можно потренировать стрейк вот дальше переходим киа неx россия тольятти почему киа неxка уже третий раз как еще киа неx почему киа неx киа неx какой или киа неx или киа неx но говоришь таки а неx короче ладно play но я бы уже специально назвать киа неx тонн а почему то льется с буквой г ну видимо так пишется и как бы смягчающие буквы г смягчающие начала ну через вверх до скорости через низ проходил вот умудрился наверх запрыгнуть и в принципе зоны неплохие в конце немножко не пропадал правильной дорожка классная стрейк неплох но знаю мне кажется просто чуть-чуть не хватает скилла стрейпа что ли ну ты как и все мусы да 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 за qn белоруссия 25 и 2 2 смотреть play из села братан быстрее на 0 1 интересная дорожка всех быть лишний прыжок начали сделал мне кажется от живу к 3 до ну а через верх проходил пока также дано вроде неплохо ну слушай но получается оптимальная дорожка до у которой классно и финиш по быстрее поэтому и на сотку больше а начало кстати медленнее намного поэтому я должен быть быть больше следующее бригад топ-2 бригад неужели 22 секунды я не знаю как он так быстро умудрился пройти он удивляет нас прям прям было бы первое место если бы да но это прям очень крутой тайм 22 секунды для ваку 3 прям вообще на основе play чужом тут замутил интересно какой-нибудь срезу интересно или или что посмотрим интересно сегодня приз за оригинальность кмутер дадим начинал он прям как в уху 3 ой как нифига у них старых он допрыгнула подрос по жизни с вау-вау в конце вообще скорость не брал но зато финишировал нифига себе это чем да круто ну что сказать я не знаю офигенно правильно заметил дорожку умудрился пройти не запороть нигде пропрыгать по верху поздравляем дальше и топ-1 украине нгай декс из украины онлайн новая дымка посмотрим play быстрее на секунду и 1 вышел из 21 секунды вот он убился наверх запрыгнуть в уку 3 здесь прям по краешку проскочил и через верху кстати проходил ну даже вот офигеть и здесь прошло вот 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 она вот только в конце немножко так запорол в общем офигенно пройдено использовал все срезы которые мы в принципе в обзоре показали давай побыстрее помедленнее посмотрю как там я же забыл че писать times kill спел нажать начало начинается с краешку он пропрыгивает так чтобы попасть на вот эту рампочку желтенькую дальше пытается набрать как можно больше стрейпа халби там на этой наклонной запрыгивает на вот эту угловую рампочку и дальше над скорости аж 1200 делает волстрейк с прыжком по этой рампочки угловой далее запрыгивает наверх получает с кейст умудряется попрыгать все эти ступеньки не запоровшись вот здесь использует прыжок по этой угловой рампочки дублина у меня по другому скорости было где он прыжок дел 1700 блин он потерял 300 скорости но зато пропрыгал и финишировал круто поздравляем декса вот ну чтож переходим к демкам cpm или cpm вроде cpm ну я же стараюсь наоборот не транслитом читать 35 и 136 мог по-любому быстрее у него демка в cpm медленнее чем в ку-3 как так можно попробовал бы еще раза два три пройти было бы быстрее уже занял бы не такое место здесь это выражается до 13 ну был бы не последний по крайней мере ладно давай смотреть 35 и 136 но он очень ценитой насколько я не выключил отмена times kill 1 демас готов до play попал на рампочку потихоньку запрыгивал наверх и по верху использовал острый здесь он упал вниз потихоньку запрыгнул наверх кое-как снизу вверх кстати проходил то есть не получил он скорости совсем и 100 еле еле залетел наверх со скоростью 500 и с такой скоростью почти до конца и прыгал до 800 уже 900 900 финиш ну чтож попробовал бы попрыгал чуть побольше сделал бы быстрее time было бы намного лучше ну да чем теперь проходить медленнее чем в ку-3 это прям очень хорошо это же другая форма физика же круче там уже быстрее можно намного проходить там же есть повороты там есть слик там есть там есть дорог джамп и вот так ладно следующее gt миг россия 29 8 play а я кстати недавно и что-то в дымках рылся я нашел дымку твою очень видимо старую из клана туфаст как ты была праздник был классно ну начало примерно как вы пудришная при нас через верх проходил запрыгивал по низу здесь ты проходил не получил опять есть но стрейфом зато потерял здесь 200 скорости и пропрыгал мог бы использовать немножко это рампу при падении вниз как нибудь вы вытащите выстроим главное испортнулся ни во что начало что сказать ну что сказать да стрянучий пункт чем пампи со да ну мне кажется 1 gt я так понимаю это очень старенький игрок который недавно камбэкнулся пускай скилл восстанавливает нужно намного быстрее проходить что ему сказать если он все знают принципе то что ему говорить а если не знают чувак старайся лучше года нафт россия 28 и 0 play на 1 и 8 до быстрее ну зацепил рампа меньше скорости зато попал здесь на краешек потерял сотня 800 900 принципе скорость нормальная не использовал рампу слева мог бы с еще скорости прибавить вылетел снизу вверх тоже без хиста но и обратно в принципе вот здесь по рампе их не попал еще бы скорости добавить но что так можно было дорожку получше намного найти там он 2 и 3 место где можно по этой по сликовой рампе скатиться и больше скорости получить значит быстрее был бы тайм а значит это был уже 27 секунд а значит уже я к и пузико перегнать вот ну что дальше тогда переходим к 20 км и ки пузо не знаю как американцы 27 и 5 play что на пол секунды так начало в принципе стандартная использовала рампы залетел со слегка наверх прыгал прямо дорожкой прямо прям прямо 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 прям 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 гримой дорожки снизу вверх немножко получиву стрейфу залетел наверх потерял чуть-чуть скорости здесь используют рампов до использования бралки 100 на полосок не может меньше вот если не лениться будете как пузико ну кстати хорошо прошел чистенько ну что дальше аль мера 26 и 3 быстрее на секунду и 1 смотреть play так ну что ж чтобы смотреть принципе вроде правильно попадает ну ставить правильно прыгала папа диком скорость почти не так много потеряла здесь немножко в рампу мне кажется если альмера будет продолжать активно поигрывать у него скилл очень быстро вырасти потому что у него страйк чистенький сам по себе нас никаких рывков лишних этих лишних этих телодвижений нет чистенько ровненько тихонечко прошла победила мягкая пузико и вот тебе место девятое в общем забили 9 до 9 старайся будет лучше влевшаем все такое дальше хардкор быстрее на ноль но общем чуть-чуть над по несколько фреймов три что или два взрывай play так дожди меня математикой три фрейма что ли там 8 чуть-чуть быстрее до мышка быстрее двигается видимо на соса побольше да ну вот это уже такой грязненький стрейк начинается но у него страйк видимо чуть-чуть получше что ли да как то увереннее может попадает немножко но не я бы не сказал много скорости потерял 900 было после подъема но принципе скорее всего где-то на старте он попадает мышкой прям из-за своей сенсии быстро и правильные зоны но потом очень как-то не они выпадают что ли зон с одной стороны вроде правильно стрейпится вроде быстро но с другой стороны у него не хватает плавности движения мышкой снижай потихонечку сенсу и увидишь даже сам как поиски ну или я не знаю что еще посоветовать ну снижать не обязательно так зеркал как тоже нет ним не нужно не удалить нет но это слишком много ой какой декс я про про зерга говорю ну да не в курсе да у зерга соса 30 с чем-то есть 30 они три вот с этой сенсу и умудряются по услуги проходить 0 это не показатель ну все равно как не читай получается растахи растание для стабы астана ноги быстрее на 1 и 3 до 8 play или форест и они насколько я у него срывать это да кстати классный волстрей хорошие есть тоже волстрей и здесь сделал через несколько проходить хочу не один бог не знал что там прыжок можно без созреть и совести не ну я на время не знал что там есть не дают я не один бог ну прошел хорошо хороший волстрей в принципе все гладенько но стрессер на грязный у аливера но он благодаря волстрей фон прошел быстрее но если бы использовал хороший с фулл стрейф у него было бы быстрее мне кажется он острых компенсировал недостаток стрейфа но нормальный стрейф будет круче чем в этот волстрей вот он просто когда все круче волстрей просто несколько раз воткнулся в стенки потерял скорость очень много take five дай 5 24 8 быстрее на две десятых play фореста хэк салют я немножко недосказал это короче из книг толкина ну да вот это из книг толкина какой-то там персонаж на сколько так что это не астана не аня не лес сверху сверху вниз бой здесь прям сохранением скорости умудрился простыкать интересно подожди он сверху вниз вылеталась не взяв сверху вниз он хистом был и на 200 быстрее чем илья следующая у нас рывок на пас по стрейфу скилета к пропасть у нас нету 23 секунд 22 и один сразу быстрее на почти три секунды 27 получается смотреть play 22 и один уже неплохие стрейферы пошли как она тоже большая но зону правильно пропадает пропадает зоны правильно пропадают ну я вот ходил со скоростью неужели он попадет даст добыл джампа наверх и финиш ну оригинальная дорожка да пока не знаю но я бы не дал всем но приз за оригинальности открыл он топ-5 принципе старайся лучше я тебя давно уже видел так что про там играть просто почаще ю дмитрий россия урай я пытаюсь понять как как его американцы будут читать адматр и адматрай да ладно play 21 и 568 очень неплохой тайм да очень вот попадал по использую все три рампы вначале воля скорость умножить стрейфе попала здесь еще ваус добыл джампы приближения я отдаю приз здесь на боже вам по обратно классно виза оригинальности один я думаю если мы в дальнейшем будем очень хорошо расти я буду закидывать 50 рублей на телефон за региональность ну она классная дорожка он умудрился пройти все но самые две основные проблемы вот эти вот наклонные штуковины дабл джампами вот он очень классный тоже мне понравился то что он заюзал и рампы то что с краешка старта прыгал и получается миновал вот эту плоскую части сразу на рампу под он и все классно сделано но что еще сказать в принципе старайся лучше топ-3 у нас открывает белоруссия за клиент беларусь 21 и 2 2 смотреть play быстрее на 0 3 секунды наверняка тоже все как-то чисто проходил вот он сбоку проходил использовал старый прям вообще по полной на 1100 прям по полный использую вот вот 10 рампу не зал но он на нее запрыгивал и сверху вниз проходил чтобы получить есть с дабл джампа запрыгнул наверх и стрейфа в принципе финишировал до конца 20 очень неплохое прохождение как можно терял но потерял немножко по стрейфу в конце по моему он не попал в зону но это бы немного дало так что в принципе хорошие третье место бронзу уносишь домой молодец топ-2 турнир 29 вышел 21 секунды рассмотреть play посмотрим что он предложил ордер я думаю чтобы может оплату использовал рампа использовал только одну внутри дорожкой проходил почти но сразу скорости много тысячи сто было после подъема не попал прыжком проходил снизу вверх без хиста но зато воде со слика упал вниз с дабл джампа прям все это перелетел с рампы тоже интересное прохождение не знаю там спейсинг наверно надо было сильно выравнивать возможно можно было как-нибудь после карамперский больше скорости набрать но я не знаю там спейсинг наверно нужно тоже выравнивать мнение там можно побольше набирать принципе у него как раз получалось то что он сбоку залетал и он мог себе позволить вот эту боковую рамку использовать вот ну что ж и переходим к топ-1 буди 20 до 19 и 8 вышел с 20 секунд то поздравляете с первым местом спасибо смотри дэнков play ну что ж использовал одну рампу зато 1100 после подъема было 1200 на рампу не попал но зато попрыгать построить ой дабл джамп прям еле-еле зацепил и построить очень неплохо получилось мне кажется очень хорошо зона получалось попадать по быстрее пас попробую посмотреть таймский 05 19 и 8 еще раз плей побыстрее на потом сделка это растает так до рампа вторая рампа пусть ошибся там две рампы было попадает зона прямо все стрейк неплохой тысячи сто я не знаю не получается так правильно зона подвигать здесь и на рампу и свобода и что втыкаешься сразу получается в стену там поэтому я ее не использовал ну по итогу я вообще вот я вот этой вы дымка очень мало уделил времени по сути и как то не знаю мне кажется можно сделать да мне кажется можно было ну с хистом было бы быстрее там дорожку нужно по-любому заново подбирать там другие будут все другое будет так вот они все дымки вот всех мы посмотрели так здесь нормально записалось вроде да переключаемся на браузер вот он браузер как вы можете видеть здесь на сайте у нас он ожил есть появились появились информация о таймах во всех его здесь дымки все может кто хочет можно скачать прокомментировать на данном я стартовал новый competition в бар это варкап до варкап 186 1 карте fm2 фаст моппинг фаст моппинг и подумал что это фаршмейк это ладно я тоже подумал но я открыл подробнее альтера д.р.м. у него много много карт вон у меня две страницы да у него момент он 12 аж года получается так ну карт открыть вот она карта то есть на карте есть гранаты рокет плазма прямолинейные видимо карта попала влэшот у это посмотреть по таймам то не длинная там секунд 15 может больше двух утре я не знаю вот ну чтож будем ждать ваших демок присылайте будем делать обзоры будем критиковать будем давать перед призы за оригинальность на сегодня у нас его унес и дмитрий ну в принципе все заходите комментируйте комментируйте видео это если что нравится не нравится там пишите в комментариях всем спасибо тогда всем всем спасибо всем пока увидимся на серверах